Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о светодиодных светильниках Citilux серии CL-01 Tubus. Стильный внешний вид, простота монтажа, широкий выбор светильников и гибкость настроек освещения – все это делает серию Tubus невероятно популярной. В серию входит трековая система с поворотными и подвесными светодиодными светильниками, которые крепятся на шинопровод и аналогичными моделями настенно-потолочного крепления. Выпускается в двух цветах – белом и черном. Начнем, пожалуй, с трековой системы. Основа трековой системы – шинопровод. Упаковка прозрачная, крепеж в комплекте. Доступны два размера – 1 и 2 метра. Легкий и прочный, профиль изготовлен из экструдированного алюминия. Именно по этой причине отлично держит форму. Посмотрите, какая жесткая конструкция. К тому же в сечении он всего 20 на 25 миллиметров. Внутри профиля две токоведущие медные жилы. С одной стороны торцевая заглушка, с другой стороны токоподвод. Эти детали изготовлены из полимера. При необходимости легко снимаются. Между собой профили соединяются линейным коннектором. Если нужно соединить два шинопровода под углом, то используется поворотный коннектор, который позволяет монтировать секции под углом до 130 градусов. Если нужна нестандартная длина трека, то шинопровод можно распилить ножовкой по металлу. Монтаж предельно прост. На шинопроводе есть крепежные отверстия. Сверлим под них отверстие и крепим саморезами. Питание осуществляется через токоподвод, в котором есть также контакт для заземления. Трековые светильники поставляются в индивидуальной упаковке. Три модели поворотных спотов 7, 12 и 18 Вт. Подвесные светильники аналогичной мощности, высотой 300 и 500 мм с регулировкой высоты подвеса. Установить светильник очень просто. Поворачиваем два флажка поперек, вставляем узел в шинопровод и поворачиваем флажки вдоль. Этот узел крепления самый компактный и элегантный из имеющихся на российском рынке. Регулировка высоты подвесных светильников выполняется со стороны основного корпуса. Для этого нужно нажать на втулку регулировочного узла. Излишек длины провода уходит внутрь корпуса. Корпус светильника изготовлен из алюминия, он же является радиатором охлаждения светодиода, а хорошее охлаждение – залог долгой службы светильника. Для примера я собрал угловую трековую систему, которая подключена через один токоподвод, допустимая нагрузка на который до 1 кВт. Максимальное количество светодиодных светильников, которые можно разместить на шинопроводе, ограничивается по сути только их габаритными размерами и возможностями вашей электросистемы. Обычно на 1 метр шинопровода устанавливают 3-4 светильника. Популярность трековой системы объясняется ее вариативностью. Во-первых, на стадии проектирования и монтажа вы соберете свою индивидуальную конструкцию. Во-вторых, уже в процессе эксплуатации без лишнего инструмента и сложных манипуляций можно изменить освещение в считанные секунды, убрать светильник или установить новый. Направь его в нужную сторону. Теперь рассмотрим модели настенно-потолочного крепления серии Tubus, то есть те модели, которые устанавливаются без трека. Тип крепления – монтажная платформа, которая крепится двумя саморезами к поверхности. Основание изготовлено из противоударного полимера. Обращаю ваше внимание, что у настенно-потолочных моделей этой серии синий провод – это заземление, два красных – питание. Крепление светильника. Совместили пазы основания с платформой и поворотом по часовой стрелке защелкнули. Какая красота! Никаких видимых элементов крепления. Конструкция позволяет не только поворачивать светильник в разные стороны, но и позволяет направить его в строго вертикально универсальная модель. И в завершении. Возможность комбинации моделей серии Tubus трекового и настенно-потолочного крепления дают широкие возможности в создании стильного освещения, как в маленькой комнате, так и в современной художественной галерее, ну или в модном бутике. На этом прощаюсь с вами. До новых встреч! Свет вашему дому!